Привет, с вами Криптомастер. Хотел бы обсудить данное событие, самое крутое, которое произошло сегодня. Это Листинг Икс. Довольно-таки успешный, хороший дроп. Они сдержали свое слово, они реально сделали то, что обещали. Ну, в принципе, по цене вообще я молчу, мы обсудим ее чуть позже. Обязательно залезайте в описании под видео, там телеграм-канал и много кликеров игр Таполок. Очень буду вам признателен. У меня с XEmpire получилось заработать 1000 долларов. Мне капнуло 10 миллионов этих токенов. Это очень здорово, я достаточно постарался для этого. Это очень серьезный результат, это мой вообще рекорд был. Но что касается Листинга, здесь, конечно, веселуха. Во-первых, очень много негатива и отзывов. Обычным игрокам без рефералов, донатов и без всего раздали сущие копейки. Потому что, опять же, какие-то там 10, 15, 20 или 30 или 50 тысяч токенов, это вообще ничего не стоит. Это стоит 1, 2, 3, 5 долларов, понимаете? Поэтому те, кто хотя бы сделал миллион, хотя бы увидели свои 100, может быть, 150 при росте этой монеты, то это здорово. Но, опять же, ходит очень много негатива вокруг этой монеты, потому что очень маленькая цена. Ну и не от цены тоже, маленькая раздача. Поэтому здесь такой вопрос неоднозначный, да, вообще, как быть, что делать вообще, да, и стоит ли вообще с этой монетой играться. Здесь есть такой нюанс, что про таполку не будем говорить, да, у кого что получилось. Поговорим о монете, что у каждой монеты с таполок выходит и проходит аналогичная стадия. В отличие, конечно, от хамстера и немножко от кати. У них есть то, что они взлетают на старте, как мы видим, зеленая свеча. И потом они несколько раз, два или три раза падают. Это было и с Кэтс, это было там и с Ноткоином, короче, да, когда они только-только вообще появлялись там на рынок, да. Они только вообще жить начали вот где-то здесь. Вот видели, да, они вроде бы вышли, вроде просели, потом как бомбанули очень серьезно, потом опять просели, потом опять чуть-чуть бомбанули вот здесь вот нормально, да. Потом просели, просели, бомбанули, потом вообще сильно просели, а потом опять взлетели. Ну, если кто знает, тот знает, наверное, можно было на этом всем играться, можно было на этом всем заработать. Здесь я считаю, что, скорее всего, будет такая же ситуация, что, наверное, будет она падать вниз, потому что многие продают и не будет хорошего откупа. А когда начнут люди откупать, то, возможно, конечно, она начнет расти, и поэтому мы решим вопрос этот по тому, когда она упадет. Лично я вывел все на свой счет, вот USDT у меня, и я буду покупать только, наверное, в случае его упадка, наверное, до 4 нулей и 4. Ну, сейчас 4.08, и я буду ждать, наверное, чтобы он упал в два раза. Уже такая цена где-то она наблюдалась, когда вот эта свечка, короче, росла. Да, это наблюдалось вначале первые там 2-3 часа, оно реально серьезно падало. Я парочку махинаций сделал, у меня вообще вышло 700 долларов с X, но с XMP, а я сделал просто на 1000, немножко залил, купил подешевле, продал подороже. Ну и все, так что, что касается данного токена, конечно, из-за того, что негатива много, из-за того, что будущее такое, ну, не сказал бы, что прям прозрачное, интересное и мощное, да, что типа разрабы обещают, что все будет классно, но из-за того, что они очень сильно комьюнити кинули обычных людей, как все тапалки сейчас делают, да, это банально, там, донатов не сделал, ты рефералов не сделал, на тебе мало токенов. Ну и, соответственно, здесь можно поиграть только в цене, потому что, допустим, все другие токены взять, ну, вообще любые, неважно, там, пепи, там, не знаю, там, флоки, да, у них, в принципе, ну, небольшая разница, видели, вот там, вверху, да, какая сумма, да, какая цена, и пониже какая цена, да, и она не сильно расснится, поэтому волатильность будет невысокая. А у начальных тапалок, которые только-только выходят на рынок, у них волатильность большая, поэтому можно что-то выиграть и значимое, но при этом можно все просрать. У меня такое было, кстати, пару раз, когда я прям реально закидывал тысячу долларов, опускалась до 500 долларов и дальше не росло, еще там, неделя, две, три, я смотрю, и просто у меня деньги эти просто висят. Мне приходилось снимать и дальше уже что-то другое делать, поэтому будьте аккуратнее, будьте осторожны, покупайте на низах, продавайте на хаях, это всегда железное правило, и делайте более это хладнокровно. Думаю, у нас с вами все получится, заработать свой первый миллион на крипте, я в этом уверен. Так что всем желаю успехов, удачи, всем пока!